Новые ограничения для дизельных авто. Германия пытается уменьшить вредные выбросы. А в Париже уже дышать нечем. Водители пересадили на метро и советуют сидеть дома. Автобус без водителя уже в Германии. Едет медленно, но тормозит резко. Кризис в Венесуэле. Детей все чаще отдают в приюты, чтобы спасти от голода. Новый шаг в борьбе с дизельными авто предложили в Министерстве окружающей среды Германии. Федеральный министр Барбара Хендрикс хочет ограничить трафик таких автомобилей в больших городах, чтобы уменьшить уровень загрязнения диоксидом азота. Она предложила местным властям три варианта того, как это можно сделать. Первый вариант – выдавать разрешение на проезд в городе только авто с бензиновыми двигателями или с дизельными нового поколения. Также можно заблокировать въезд дизельным авто на определенные участки городских дорог. Также, как вариант, можно вести очередность проезда для машин с дизельными двигателями. В четные дни месяца можно будет ездить только авто с четными последними цифрами номеров, а в нечетные, соответственно, с нечетными. Правительство Германии уже давно хочет ограничить использование авто с дизельными двигателями, ведь они выбрасывают в атмосферу большое количество опасных для здоровья двуокиси азота, которое приводит к заболеваниям дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. По данным Министерства окружающей среды, в прошлом году лимит выбросов NO2 был превышен в 80 раз. Сейчас проект закона находится в Министерстве транспорта, которое должно его согласовать перед рассмотрением в Кабинете министров. Напомним, Вундесрад предлагает запретить с 2030 года регистрацию всех новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В Париже из-за загрязнения воздуха ограничили количество автомобилей на дорогах. Автомобили из других населенных пунктов до конца недели не могут въезжать в столицу. А парижских водителей попросили снизить на ведущих в городе автомагистралях скорость как минимум до 70 км в час. Кроме того, в центр города не пускают старые автомобили, которые особенно сильно загрязняют окружающую среду. Добираться по своим делам жителям и гостям французской столицы предлагают альтернативным образом – на метро. Поездки в нем на выходных сделали бесплатными. Все эти меры мэрия Парижа называет экстренными. Пойти на них городские власти вынуждены из-за беспрецедентного роста уровня загрязненности воздуха. Последние две недели он побил 10-летний рекорд, и предпосылок к его снижению пока нет. Ситуацию усугубляет холодная погода и отсутствие ветра, который мог бы развеять смог. Городские власти рекомендуют жителям столицы повременить с физическими нагрузками и ограничить прогулки на свежем воздухе. Мелкие частицы, которые попадают в воздух из-за сгорания топлива в автомобильных двигателях, могут способствовать развитию болезни сердца и повышают риск инсульта. Автобус есть, а водителя нет. В немецкой столице показали уникальное транспортное средство – микроавтобус, который сам знает, куда и как ехать. Эта модель совсем крошечная, но дело тут не в размере, а в технологии. Подобные автобусы могут быть и большими. Умная машина сама приезжает туда, где ее ждут пассажиры, сама тормозит у остановки, открывает двери, позволяя людям войти, и отправляется в путь. Это что-то среднее между автобусом и такси. Вы заходите в приложение на мобильном, отмечаете свое местонахождение и вызываете автобус. Он едет, собирая всех людей, которые его вызвали. Пока чудо техники курсирует по кампусу исследовательского центра в Берлин-Шонеберг. Проект совместно разрабатывают Deutsche Bahn и несколько автопроизводителей. Именно руководитель главного немецкого железнодорожного перевозчика Родигер Грубе и федеральный министр транспорта Александр Добринт первыми после инженеров прокатились на чудо-автобусе. Хоть транспорт временами и тормозил слишком резко, поездкой остались довольны. Это революционный прорыв. Я горжусь причастностью к такому проекту. Мы считаем это направление очень перспективным и собираемся развивать его в дальнейшем. Подобные разработки могут полностью изменить наши представления об общественном транспорте. Именно от их развития зависит, как наши города и улицы будут выглядеть в будущем. В Deutsche Bahn рассчитывают, что со временем такие автобусы могли бы подбирать пассажиров, которые живут далеко от метро или железной дороги, и подвозить их к ближайшей станции. Но когда общественный транспорт без водителей начнет ездить по дорогам Германии, пока не говорят. Уточняют только, что для этого еще нужно сначала усовершенствовать технологию. У 43-летней Зулай Пулгар из венесуэльского города Пунте-Фихо семеро детей. Семья живет на пенсию отца. Шесть долларов в месяц. Недавно ей пришлось отдать свою шестилетнюю дочь соседке. Зулай говорит, что одно блюдо из курицы – половина месячного дохода семьи. Огромные очереди в супермаркеты под палящим солнцем. Такая картина характерна для всей 30-миллионной страны. Каждый день в приют фонда защиты детей в Каракасе обращаются больше десятка семей, рассказала вице-президент приюта Наталья Абучаеба. Весь прошлый год и особенно последние месяцы мы видим, как сильно страдают от истощения маленькие дети. С питанием у венесуэльцев большие проблемы. Часто родители отказываются от своих новорожденных детей и оставляют их в приютах. В Венесуэле запрещены аборты. Достать какие-либо средства контрацепции в условиях острой нехватки медикаментов в стране крайне сложно. Правительство винит затянувшимся кризисе оппозицию США. Ряд экономистов возлагают ответственность на социалистическую систему управления, выстроенную бывшим президентом Угачавесом. Его преемник Николас Мадуро продолжил ту же политику, несмотря на падение цен на нефть. Президент Филиппин Родриго Дутертев посетил ботанический сад Сингапура. По существующей в стране традиции, в честь приезда глав иностранных государств их имена присваивают орхидеям. Не обошел стороной этот обряд и президента Филиппин. Дутерте лично поставил табличку со своим именем в горшок с компактной орхидеей из рода дендробиум со множеством вишнево-красных цветков. После этого он сделал запись на память в гостевой книге и покинул ботанический сад. На выходе его окружили сотни поклонников, которые хотели пожать ему руку и сфотографироваться со своим кумиром. В Сингапуре проживает примерно 135 тысяч филиппинцев. Несмотря на то, что на Западе Дутерте обвиняют в нарушении прав человека, среди соотечественников он пользуется большой популярностью. По данным опросов, спустя полгода с тех пор, как Дутерте вступил на пост президента, его рейтинг находится на уровне примерно 63%. Трансафриканская гонка бипланов постройки 20-30-х годов прошлого века завершилась в городе Стелленбос, расположенном примерно в 50 километрах к востоку от Кейптауна. Из 12 самолетов, стартовавших месяц назад с греческого острова Крит, до финиша добрались лишь 11. Одно из воздушных судов из-за поломки совершило вынужденную посадку в Южном Судане и выбыло из ралли. Перелет проходил по маршруту, по которому курсировали самолеты Imperial Airways – коммерческой авиакомпанией, обслуживавшей британские колонии в Африке в период между двумя мировыми войнами. За минувшие 35 дней бипланы пролетели почти 13 тысяч километров. Рассказывает организатор гонки Сэм Рутерфорд. Ралли винтажных самолетов – это демонстрация того, на что способны сегодня очень старые летательные аппараты, некоторым из которых более 90 лет. Они до сих пор могут изо дня в день совершать такие сложные путешествия. Теперь организаторы уже задумываются о новой гонке, которая состоится в 2018 году. Самолеты стартуют из города Ушуайя на юге Аргентины и отправятся в путь на север до Соединенных Штатов Америки. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях.